В рамках регионального проекта безопасность дорожного движения и национального проекта безопасной качественной дороги во всех городских округах Подмосковья, в том числе и в нашем муниципалитете, будет реализован комплекс информационно-пропакандистских мероприятий «Трезвый водитель». Сотрудники госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений будут напоминать водителям о запрете вождения автомобиля в состоянии опьянения. Будут проходить массовые проверки граждан. Они в чем заключаются? Сотрудники госавтоинспекции выбирают определенный участок дороги в определенном положении, локации. И задача их заключается в том, чтобы проверить максимальное количество водителей. Контроль станут осуществлять на сельских территориях, садовых некоммерческих товариществах, коттеджных поселках и местах отдыха у водоема. Там будут работать отдельные группы нарядов ДПС. Они раздадут листовки автолюбителям со всей необходимой информацией. Мы узнали, как автомобилисты относятся к социальному раунду «Трезвый водитель». Очень положительно отношусь. В данной ситуации очень важно, чтобы на дороге у нас ездили адекватные люди. Мы понимали, что они несут большую ответственность на дорогах, так как мы имеем детей, семьи и переживаем за безопасность. Это повышает безопасность дорожного движения, оберегает других участников, как пешеходов, так и участников на автомобилях. Конечно, положительно нужно проводить такие рейды. Мотоциклист Илья Чернышев дал ценный совет тем, кто думает, что может себе позволить сесть за руль в состоянии опьянения. Все просто. Нужно думать не только о себе, а о том, что вокруг тебя есть люди, у которых есть семьи, которые могут не увидеть кого-то вечером дома. Наверное, это как-то может быть отрезвляет, когда отвечаешь не только за себя, а понимаешь, что есть еще иная ответственность. В том числе и уголовная. Напомним, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность с лишением прав на срок от полутора до трех лет, а также штраф. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность и изъятие автомобиля.